Он потом еще вот этот чувака А это кто? Это я кстати Да, да Да, да, это я Подожди, а он будет приводить примеры моменты из их роликов И он просто будет рассказать о том, что это сигма дрочеры и все Бля, я вот так, кстати, примерно хожу Каждое вот утро, когда надо погулять Там пойти, знаете, в кафе, купить какой-нибудь, блядь, кофе говеное за 100 рублей И вот так я выгляжу Я еще врубаю какую-нибудь хуйню, знаете, на фоне, ой, в ушах точнее, из разряда Стрикала все мои друзья, нюхают и колется И вот таким же лицом хожу Ничего не представляют Ими движет, как правило, не идея помочь людям, а просто обычная... Я вообще телепортирую, кстати, у меня было вообще... Я в доту играл очень долго Очень долго И в один момент я проснулся утром и пытался сделать телепорт в туалет Вот это я понял, что все, надо с дотой завязывать после этого момента Ибо я, ну, действительно, я секунд пять не втыкал, а кого хуя не телепортируюсь Ну, я, если что, не через две с половиной, потому что я думал, что, может, кто-то еще телепортнулся Там же, ну, увеличивается время, поэтому я пять секунд подождал Ну, я же не крип, я знаю, как бы, как работает система СТП Это либо их уникальный бустиканал, как в случае Мартина Либо Телеграм Пацаны, это вообще трэш Десять тысяч человек ТТП смел Зачем вы вообще это смотрите? Либо же вообще книга про воздержание Ой, это такой трэш Привет Это что осуждаю? Я такие, кстати, тоже могу наклепать Заценизим Какой же я охуенный Все, потому что я телеблю свою письку каждый час 24 на 7 Я сосал, меня ебали, было круто, всем спасибо Воздерживаюсь уже третий месяц по советам Мартина Подожди, это реально? Тина, во мне пробудилась золотая точка Я уже не человек А вот такие вот превьюшки делает наш Глеб При фотошопе себя качку и сидит довольный Но школьники, к сожалению, ведутся к этой картинке И продолжают думать, что воздержание Действительно Кажется, они не воздерживаются Ну, были чем уверен Просто вгорают Вообще видели, что этот Глеб продают людям? Как вам эти ценники на этот уникальный товар? Чел продает чужие исследования за 2000 золотых Продает какие-то убеждения и названия книг про воздержание Но серьезно, скажите мне, разве это не инфо-цыганство? Это ведь какой-то цирк Информация полный мусор Ну, тут я согласен полностью Ну, это классическая статья для инфо-цыганов Но больше всего меня поражает то, что этот парень растет как блогер И продолжает паразитировать молодых ребят Чисто 40 подписчиков в день, жестко Прибавка аудитории просто нереальная Я прям вижу, как через два года он станет миллиардером Филантропом, вообще Тони Старком И наивные пацаны помогают ему в продвижении и боготворят его Этот человек нам вообще утверждает то, что врачей слушать не стоит Да, да, скоро без того, что по его меркам они плохо выглядят Вбиваешь любое заболевание в строчку ютуба И тебе влазят вот такие морды в халатах, которые учат быть здоровыми Алло, просните, эти люди сами не здоровы Они не придерживаются Алло, просни, ты обосрался Я бы посмотрел на этого персонажа Кто он вообще такой, чтобы осуждать людей, которые потратили десятки месяцев жизни Для изучения всех этих мистерских вещей Они учились этому больше, чем этому Глебу нет Какое право мужчины, так высказывается У этих врачей многолетний стаж работы А у него что есть противовес их опыту А вот его молодые ребята, к сожалению Я не знаю, может он в зал пошел Ну, почитал книги Не книги, точнее, а описание книгам На самом деле представляет этот Глеб Но они продолжают слушать его И кричат в комментариях следующие вещи Воздержание Подожди, а что, воздержание Надо воздерживаться? Ну просто Рома Желуди говорил, что надо воздерживаться Нахуй дрочить Но я что-то пробовать не хочу Потому что мне нравится дрочить Я воздерживаюсь уже один месяц Просто проблема в том, что когда ты не дрочишь Хочется дрочить еще сильнее И как-то я помню, я долго не дрочил Но меня не было после этого Неожиданной, не знаю, там Резкой прибавки к уровню интеллекта IQ Или там я бластером стрелял Нет, у меня яйца болели Ну Нет, возможно, блять, это моя суперсила То есть, знаете, там Люди Икс Там Росомаха Циклоп Джубили Зверь И Мошонка Мэн, блять Я хуй знаю, как тебя назвать Блин, а как мне побороть полюции? А то я второй раз встаю И все равно кончаю Мне 14 лет Уже 25-й день не дрочу А вообще, думаю, этот персонаж достойен отдельного выпуска Я подумаю об этом Потом, может быть, сделаю Теперь давайте обсудим довольно юных ребят Которые нас пытаются научить с вами жизни Как вам этот персонаж? А вот его Бля, почему он на юго похож? Что за херня? Отказ от славы в пользу мужества Отказ от женщин в пользу мужиков Ну, кстати, ну по факту Я согласен с ним полностью О, это я А зацените его подачу и образ Ты этот драйв уменьшаешь изо дня в день И выкидываешь просто в мусорку Он в батиной машине записывается? То есть он взлетает в папину машину и записывается Гениально, кстати Скажите, как этот шкет познал всю сущность этих вещей, чтобы раздавать советы? Он сам еще зеленый, он еще пустышка, кого он пытается научить? А вообще, этот парень отличный пример того, как влияет Мартин на молодое поколение Чел возомнил себя гуру всех вещей на планете И теперь считает, что нас он может учить жизни А вот еще одна личинка Этот парнишка вообще не парился с названием канала И просто назвался брендом одежды Алексей Привет, ты попал на необычный канал о саморазвитии для мужчин Сука, а есть такие же каналы для женщин? Почему их никто не обсуждает? Они же тоже, наверное, прикольные Блин Кстати, мы вчера с Вовой пришли к тому, что, возможно, на самом деле хуев не существует Ну, это просто такое наблюдение Ну, смотрите, я объясню Мы с Вовой сидели и обсуждали эту тему Слушайте логику Она реально логична Клитр Это несформированный член Поняли? По факту? Факт То есть, получается, член Это сформированный Ну, типа, ну, сверхклитр То есть, получается, сверхклитр мы называем членами То есть, ну, это как Как дополнение Определение нового вида клитора И мы пришли к тому, что, возможно, пенисов Ну, как таковых Их просто нет И все началось с клитора Случается все Это уникальный ник Ты нахай идеи даешь женщинам Ты думаешь, какая-нибудь женщина снимет ролик про то, что члены Это большие клиторы? Не Ну, нет Ну, нет же Ну, нет Нет, нет, нет Таких, поебов нет Это одно, понимаете Одно дело обсуждать в компании друзей Просто ради прикола А другое дело снимать про это видос И утверждать на полном серьезе Послушайте голос этого парнишки Почему тебе стоит забить на девушек прямо сейчас и заняться собой Если не хочешь остаться неудачником, смотри это видео до конца Да, голос неуверенного котенка учит нас с вами тому, что необходимо Всем привет Если вы хотите быть уверенным в себе То просто-напросто возьмите мой курс Я вам докажу Что вы сможете Все, ребята У вас есть шансы измениться, ребята Я вам Я Я вам Слова Слова А это видео, прошу заметить Набрало 64 тысячи просмотров И 4000 лайков Глупые ребята Хавают это говно И опять же Боготворят автора Как держать, дружок? Давай развиваться вместе. Контент до сих пор актуален. Продолжай, это никогда не прекращается. Слава богу, что я не тратил время на отношения. Какой же все-таки этот цирк? Мне кажется, нам нужно обработать интернет и вернуться к сиделкам у костра. Я думаю, такими темпами мужское население постепенно начнет вымирать, как социальная ячейка общества из-за таких вот мотиваторов. А больше всего мне нравится то, как оформляют свои видео эти авторы. Говорят про воздержание и вред порно, но сами на превью... Девушки будут хотеть тебя на воздержании, а девушки чувствуют это. Знаешь, девушка такая идет... Господи, еще он такой горячий, наверное, он не дрочит. А это бнажонку. В одном видео они говорят, что женщины не нужны, а уже в другом говорят, нам воздерживаться, чтобы получить тех самых женщин. Как же меня это все за... Заебало! Убейте меня нахуй! Подытожим. Все эти ребята из себя ничего не представляют. Главная их цель это заработать кэш, прикрываясь благородной целью. Они говорят о тех вещах, о которых сами ничего не знают. И в каждом видео мусолят одни и те же темы. А почему такой контент пользуются популярностью? Все очень просто. Эти ребята дают ложную надежду молодым пацанам. Авторы играют на чувствах наивных ребят, они обещают им успех, если те будут слушать их. А на деле же они ничего не получают. Лишь больше посаживаются на этот шприц с кратковременной мотивацией... Ну да, я сейчас смотрю каждые ролики. ...увеличивают дозу подобного контента. И благодаря такой цепочке идет популяризация... Не, я смотрел некоторые ролики, там просто чуваки сидят, говорят очевидные вещи. Что плохого на самом деле в этом вообще нет. Ну типа тебе человек говорит, бла-бла-бла, небо голубое. Ну ладно, сказал небо голубое. Проблема в том, что начинается, когда они начинают нести лютую чушь из исследований... Ну вот, просто на уровне маразма. Там, да, там полная хуня. Тут я согласен. ...таких видео, а когда кончаются видосы в открытом доступе, они уже бегут покупать за деньги родителей подписку на Бусти или еще какой-нибудь уникальный товар. Моя рекомендация молодым ребятам это перестать смотреть подобное... Не смотрел порно 7 месяцев, что при... Бля, сука, я эту чувака найду сейчас. Как его зовут? Глеб, Глеб, блядь, не смотрел порно 7 месяцев. Бля, это... Нет, все, я пошел смотреть его, ребята. Это что-то восхитительное. О, боже. Так, ты где это? Так, не смотрел порно 7 месяцев, тихо. Че, подожди, этого... Это уже нет смысла досмотревать, да? Так. Ща, ща. Больше 7 месяцев я не смотрел порнографию... Да ладно. ...и сегодня я поделюсь своим опытом. Что же со мной такого магического произошло? Если смотреть на факты, то я стал зарабатывать в 3 раза больше. Бля, бля... 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 Подожди, сейчас, 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 я еще лучше, наверное. Наверное, в миллион раз у меня увеличилась энергия, которую я активно вкладываю в дела. Повысился уровень дисциплины. Уже третий месяц подряд я каждый день делаю время тренировкам. Также стал гораздо чище питаться. Хорошо, как это связано с дрочкой, бля, просто? Наверное, заметили, что видео на моем... То есть, ты раньше дрочил, ты такой думаешь, не, ну нахуй, блять, правильно питаться, я дрочу, сука. Нет, ну я, я просто, знаешь, я подрочу... Все, не хочу теперь кушать гречку, хочу теперь, сука, кушать бургеры, вот, после дрочки. Канали выходят чуть ли не каждый день. Я стал больше париться над качеством видео, над звуком. То есть, люди, которые не парятся над качеством видео, они просто дрочат много. Каждую превью я теперь покупаю просто потому, что я хочу, чтобы эта тема обретала массовость. Это все не просто так. Если бы я дрочил, жрал дерьмо, у меня не было бы никакой мотивации, энергии заниматься этим или любым другим делом. У меня проснулась дикая мотивация заниматься продвижением своих мыслей и идей в инфополе ютуба, благодаря тому, что воздержание тренировки приносят мне энергию. И да, я воздерживаюсь только от порно и мастурбации. Сексом я занимаюсь, но стараюсь заниматься не чаще одного раза в неделю. Даже после секса я чувствую спад энергии и нежелание заниматься работой. Всего это... Короче, есть идея, можно не ебаться. Задумайся над этим. Если ты начал зарабатывать три раза больше, не дроча, то что произойдет, если ты не будешь еще и ебаться? Блин, это какая хуйня. Этого бы не было, если бы я и дальше продолжал воздерживаться на силе воли. Только интеллектуальный подход поможет выбраться из лаб зависимости. Про интеллектуальный подход я рассказываю на своем сайте. Ссылка на мой сайт с моей... Бля, это такая хуйня-то на самом деле. Ну, вы просто понимаете? Окей. Допустим. Чисто даже с точки зрения теории. Вы повоздерживаетесь. Не будете дрочить, допустим, день, два, три, четыре. У вас появится чутка больше времени и чутка больше энергии. Чутка больше. В большинстве своем вы не будете ее все равно использовать на что-то полезное, потому что это зависит от человека. Допустим. Допустим, эта хуйня-еботяка работает. Просто предположим. Даже если бы он дрочил этот чувак, ну, если все, что бы он говорил, правда, про три-четыре раза увеличение дохода, то он стал зарабатывать три-четыре раза больше, как минимум, потому что, сука, у него канал, нахуй, блядь, развивается на протяжении всего этого времени. И, конечно, он будет зарабатывать больше, потому что его смотрят, люди покупают курсы, и поэтому стал зарабатывать больше. Это не из-за того, что он, нахуй, порно не смотрит и не дрочит. Это из-за того, что у него канал набирает популярность. Вот и все. Черт, вообще-то дрочка-хуйня. Вы просто не пробовали стропон. Ну, кстати, да. При условии всего этого он, ну, типа, ебется. То есть, по факту, он, ну, все равно занимает, ну, все равно есть секс. Самая главная хуйня, там, между сексом и дрочкой, блядь, это просто... Ты именно морально выкладываешься. Что, на самом деле, еще больше тебя... У тебя энергии забирает. Книга и закрытым каналом будет в описании. Если вы досмотрели до этого момента, обязательно оставляйте комментарий «Обезьяна с гранатой». Так я пойму, что это видео вам понравилось. Ставь лайк, подписывайся на этот канал, подписывайся на канал в Телеграме, потому что я каждый день пишу про воздержание. И помни одну очень важную вещь. Быть слабым — это выбор. Пока. В конце руку показал так прикольно. Бля, это охуенно. Продолжение следует... А.К. ... Субтитры делал DimaTorzok